Мы продолжаем рассказывать вам про новости индустрии. Вчера вечером иностранный агент Маргин Штерн выпустил большое видео, в котором рассказал главные новости о своей жизни, а также ответил на вопросы подписчиков. Из видео мы узнали много интересного, в том числе про тот факт, что Алишеру теперь нельзя появляться не только в России, но еще и в Дубае, ведь ему закрыли въезд в эту страну. Сам рэпер причина произошедшего не раскрывает, хотя в сети про них уже написали многие каналы, и мы об этом сегодня поговорим. Также скажем еще об одном инсайде из жизни Маргин Штерна. Возможно, он снова встречается с Лизой Василенко. На это нашли намеки в ее социальных сетях. Но есть и другие интересные новости, о которых просто невозможно не рассказать. Что ж, давайте приступим. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Вчера вечером Моргенштерн, которого признали иностранным агентом в России, выпустил видео, где сообщил, что и в Дубае ему теперь тоже нельзя. Даже само название видео посвящено именно этому событию. Прихожу я в аэропорт, было это в Таиланде, как сейчас помню, подхожу на стойку регистрации, первый класс. Кидаю паспорт туда, говорю, я домой. Водочки мне налейте. И они такие, сэр, wait a minute, please. Wait a minute, please. И говорят, подождите, у нас тут меточка стоит в базе, что нужно связаться с Дубаем. Я такой, ладно. И через полчасика ко мне подходит сотрудник и говорит, извините, вам закрыт въезд в страну. Далее видео лишь расскажет, что официальные причины запрета въезда еще не появились. Однако он знает о них от знакомых в Арабских Эмиратах. Также он намекнул, что запрет мог появиться из-за интервью с Ксенией Собчак. Но почему именно, мы скажем чуть ниже. Если это действительно так, то Дубай – это уже второе место на карте мира, откуда Алишеру приходится уехать из-за интервью с Ксенией. Ведь в первый раз ему пришлось срочно покидать Россию в конце 2021 года, также после интервью с Собчак. Также в видео Алишер намекнул, что есть некие люди, которые желают всем, и конкретно ему зла, и поэтому постоянно вредят всем вокруг. Кого конкретно он имеет в виду, понять сложно. Хотя, наверное, среди врагов рэпера мало таких, которые могут влиять аж на миграционную политику Арабских Эмиратов. Так или иначе, портал Мэш уже опубликовал сведения от своего источника в высших кругах ОАЭ, где рассказывается о реальных причинах запретом Рогенштерну въезда в страну. Вот эти причины кратко. Артист довольно часто показывал в своих социальных сетях тусовки, на которых было много алкоголя, сигарет и, по словам издания, много разной гадости, что запрещено законами страны. Якобы артист не знал, что за ним следят и за статусой на агента в РФ. Якобы одно из выступлений в прошлом году закончилось огромной пьянкой на глазах у местных, на что, естественно, пожаловались. Также Алишер якобы нарушал эпидемиологические правила, проводя концерты с большим, чем разрешено количеством посетителей, а также пил, курил и матерился прямо на сцене. Также источник Мэш уверяет, что за это артиста привели к ответственности, попросили быть поскромнее и даже разрешили оставаться в стране. Но когда он пришел на интервью к Собчак и рассказал ей о том, как обходить ограничения в ОАЭ, власти страны решили закрыть ему въезд. Если все это правда, то тогда Ксения Собчак вновь стала одной из причин, почему артисту теперь нельзя посещать еще одну страну. Причем обвинения настолько серьезные для Эмиратов, что вряд ли какие-либо извинения музыканта смогут исправить ситуацию. Единственное, чего я хочу понять сейчас, это официальная причина моего запрета на въезд в страну. Вокруг этой новости ходило очень много клеветы, как например то, что я обхожу законы Арабских Эмиратов и хвастаюсь этим. Никогда в своей жизни я не нарушал законы Арабских Эмиратов и тем более публично. Тем не менее, рэпер не унывает и в том же самом видео рассказал о своих планах теперь покорить США, куда он делает визу. Ранее в другом видео, посвященном туру по штатам, он рассказал, что не хотел бы жить в Америке и уж тем более строить карьеру, в том числе из-за криминальной обстановки. Но теперь, по его словам, у него не осталось выбора. Теперь ему можно только в США, в страну, где он сможет записаться с Дрейком. У меня какой план вот на Америку, да, чтобы вы понимали? Я просто буду каждый день выходить из дома, куда-то идти и с кем-то говорить. Все. И я знаю, что таким способом я рано или поздно окажусь на студии с Дрейком. Все, я знаю. Скриньте. В новом видео Алишера довольно мало рассказано про личную жизнь. Да, он рассказал о том, как теперь наладил отношения со своей семьей, но не поведал о любовных делах. А между тем, в сети предположили, что артист вновь встречается с Лизой Василенко. Подписчики-блогерши отметили, что на одной из фотографий у Лизы рука с татуировками, очень похожая на руку Алишера. Ни о каком воссоединении пара не сообщала. Кстати, в нашем телеграм-канале мы собрали подборки новых фотографий Лизы Василенко с тем, чтобы показать, как она поменялась после расставания с Алишером. Она стала героиней нашей рубрики «Убила BPM». Там мы периодически рассказываем про самых заметных девушек индустрии, а также демонстрируем фотографии, которые нельзя показывать на ютубе. У Лизы Василенко таких фото, поверьте, много. Вчера в игру комбэкнул артист, которого вы знаете под псевдонимом «Вторник». После длительного перерыва он выпустил альбом «Радсада». Это автобиографичный проект музыканта, рассказывающий про его 2023 год. Каждый трек – это не творческий вымысел, а реальная история из жизни, рассказывающая об определенном этапе ушедшего года. Например, один из треков описывает его работу в роли продюсера, а также трудности пути, связанного с переездом в другую страну и бюрократией. У «Вторника» своя философия относительно музыки. Он верит в вечные произведения, а не в те, которые набирают популярность только в контексте сезонной моды, будь то Дрилл, Джерси Клаб или Детройт. С оглядкой на это он описал свой новый альбом, в котором хватает и лиричности, и эмоциональных, даже мотивационных треков. «Вторник» не очень любит раскручиваться в медийной сфере, хотя у него есть треки с сотнями миллионов прослушиваний на Spotify, например «Мани Рейн», а также альбомы с тремя платинами. Мы говорим про релиз «Джонни Волкер». Однако артист, несмотря на такие успехи, все же акцентирует внимание именно на музыке, и новый альбом «Рад Сада» тому доказательства. Какие факапы? Яд по улице в салоне ды, на заднем суке жужжат, будто оли карманы... Новые клипы выпускает тот, у кого старые удаляют. Писал недавно и обладает, имея в виду клип на песню Бритни, которые дважды страйкали за нарушение авторских прав. Поэтому сегодня мы смотрим новую видеоработу «Джи-Пи-Эс». Иноагент Фейс анонсировал новый альбом. Судя по посту в запрещенной соцсети, он будет называться «Бог рэпа». Других деталей пока что нет. Предыдущий лонгплей артиста «Ничего хорошего» вышел 1 сентября 2023 года. Это альбом рассуждений о России и ее жителях. Релиза нет на российских площадках. Фейс удалил свою музыку оттуда еще в 2022 году. В интервью еще одному иноагенту, Дудю, в 2022 году рэпер говорил, что теперь будет писать треки на английском языке, но с тех пор выпускал музыку только на русском. Посмотрим, на каком языке будет новая пластинка. А на сегодня у нас все. Какая новость впечатлила вас больше всего? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok